Здравствуйте, я Армалайф Иван. По литературе мне задали написать сочинение про Александра Сергеевича Пушкина. И вот что я написал. Александр Сергеевич Пушкин считается одним из величайших поэтов человечества. Будучи африканцем по национальности, но русским по воспитанию, в детстве обслушался няняных сказок. Африканская генетика не позволила воспринять русскую действительность без поэтического изложения мыслей. Поняв, что за это поэтическое изложение платят огромные гонорары, начал писать сказки в стихах. В погоне за прибылью так увлекся писаниной, что начал придумывать сказки сам. Чтобы сказки получались более качественными, начал вести сказочный образ жизни. В частности, решил поддержать декабристов стихами. Но когда понял, что за эти сказки могут сжечь известкой, жутко перепугался и начал писать сказки про любовь. Все бы было ничего, если бы однажды не прочел его сказку некто Дантес, который по указанию царя пошутил над его сказочными образами. Поскольку Пушкин плохо понимал разницу между сказочной жизнью и реальностью, он возомнил из себя великого ворошиловского стрелка, забыв, что Дантес является действующим офицером государственной безопасности, который по заданию царя регулярно тренировался по вышибанию правого глаза у белок на охоте с первого выстрела. В преддверии дуэля Пушкин, отойдя от сказочной реальности, избрал тактику хитрой стратегии. Через секундантов начал умолять заменить ворошиловское оружие на африканское копье, которое якобы ближе ему по духу. Когда это ему не помогло, выбрал еще более хитрую стратегию. Начал прищуривать правый глаз и закрывать его двумя руками. Дантес на сто процентов оправдал доверие царя. Несмотря на то, что его глаза были закрыты, одним выстрелом он застрелил двух секундантов, которые закрывали грудью Пушкина, прострелил живот лошади, за которой Пушкин прятался. Этим же выстрелом задел двух своих секундантов, которые суетились на линии огня. Несмотря на это, пуля, преодолев столь нелегкий путь, настигла Пушкина и прострелила ему обе кисти, которыми он прикрывал правый глаз на вылет. К нашему счастью, пуля потеряла убойную силу и не смогла прострелить века Пушкина, а всего лишь поставила огромный синяк под правым глазом. Пушкин, несмотря на синяк под глазом, очень обрадовался тому, что остался жив и начал от радости размахивать прострелинными руками. Радость была преждевременной. Пушкин совсем забыл, что лошадь тоже получила тяжелое ранение, распорегать ее было некому, а кровь неумолимо вытекала из Пушкина. Врачи долго боролись за его жизнь. Царь даже хотел за плохо проведенную работу понизить звание Дантеса. Но узнав, что сказочник все-таки умер, сохранил Дантесу все звания и регалии. Но тут выяснилось, что мне задали еще написать сочинение по-русскому на тему, что случилось с той вещью, которую я купил в магазине «Все для счастья». В магазине «Все для счастья» я приобрел живой йогурт-телепортатор. Я съел йогурт, и ночью он ушел в прошлое вместе со мной. Мы с йогуртом оказались в преддверии скандала Дантеса с Пушкиным. Я подсказал Пушкину назначить дуэль с использованием африканских копий. Итогом моей покупки стала смерть Дантеса, отсутствия у человечества всякого интереса к Пушкину, как поэту, умершему от старости. В результате чего его не включили в школьную программу и не стали задавать в домашнем задании. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...